Добрый день! Вас интересует диета для похудения? Отлично! А может быть вас интересует быстрая диета для похудения? Прекрасно! А может быть вас интересует самая быстрая диета для похудения в мире? Великолепно! Я думаю, что вы нашли нужное видео. Я врач-фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Больше 20 лет занимаюсь вопросами правильного питания, здорового образа жизни, фитотерапии. И смогу вам помочь, потому что часть моих пациентов, приличная часть, приходят с приличными размерами, и их интересует снижение массы тела из точки А в точку Б. Вопрос в чем? Это снижение должно быть контролируемым, безопасным для здоровья, потому что вы хотите не просто снизить вес, но еще и сохранить свое здоровье. Я вам предлагаю топ-10 способов снижения веса, как быстро похудеть и здоровье все-таки сохранить. А вы выберите, какой вам темп снижения нужен и какой уровень здоровья вы хотите получить на выходе. Потому что есть хорошее выражение, тише едешь, дальше будешь. Ну, каждый из вас выбирает свою скорость. Для кого-то тихо едешь это на самокате, а для кого-то тихо едешь это 250 км по автобану. То есть у каждого свои приоритеты. Итак, топ-10. Номер 1. Вы берете мясо, берете рыбу, берете растительные продукты, зараженные холерными брюками. Холера чемпион по темпу снижения веса. 10-15 литров воды вы теряете через кишечник с гарантией каждый день. Быстрее, чем холера, никто ваш организм не сможет и поможет вам снизить вес. Ну, конечно, там важно вовремя остановиться. Почему? Потому что, ну, от холеры тоже умирают. Но это топ номер 1. Место номер 2. Это просто банальное пищевое отравление. Те же самые продукты, но зараженные какой-то кишечной палочкой, каким-то стафилококком, стриптококком, чем попало. Да, вы можете снижать вес. Тут вы теряете меньше. Килограмма 3-4 в день. Но тоже нужно уметь вовремя остановиться, то есть вылечить своевременно это заболевание. Потому что тоже не совсем безопасно для жизни. Ну, в принципе, похожие вещи вы получаете, когда принимаете какие-то препараты, которые вам гарантируют за неделю, за две сбросить 8-10 килограмм. Как правило, это препараты с слабительным или с мочегонным эффектом. То есть вы тоже теряете воду. Только не так активно, не так агрессивно. Но тоже теряете и обезвоживаете свой организм. Ну, разницу между спелым яблоком и полежавшим таким сморщенным вы знаете. В принципе, разница между ними небольшая. То есть просто сморщенное, но старше. Поэтому, когда вы теряете вес за счет воды, вы просто старите свой организм. Состарились? Да, вроде как по паспорту у вас набежало всего несколько дней или недель. А биологический возраст нащелкал очень серьезно. И вопрос, как его вернуть, тоже проблемный. Ваш организм потом его возвращает. Когда вы садитесь на такие диеты, ограничительные, у вас возникает проблема в организме, знаете, как губка. Его сжали, потом отпустили, он набрал воду, еще и с запасом. И, как правило, у вас есть на различных диетах негатив. Но это будет чуть попозже. Номер три. Сухое голодание. Да, вы действительно теряете обмен веществ. Вы теряете, сжигаете жиры со вторых суток. Но вопрос в чем? Вы не вводите воду. Вы не компенсируете, не поддерживаете водный баланс в своем организме. И тоже высыхаете, только медленнее. Ну, в комфортных условиях сухое голодание больше пяти суток проводить не советую. Почему? Потому что очень быстро возникают необратимые изменения в организме. И, увы, даже квалифицированная медицинская помощь вам уже не поможет. Поэтому больше пяти суток нельзя. Но, все-таки, вы знаете, не очень я вам советую таким путем худеть. Почему? Потому что все-таки вы не получаете многие полезные вещества. И какие изменения, какой уровень здоровья, сколько вам здоровья позволит. Здоровый пять, а не очень здоровый четверо суток, а может быть еще и трое суток вам уже опасно будет на такой системе находиться. Поэтому, ну, такой вот сложный, скользкий очень момент. Поэтому есть номер четыре. Так называемое лечебное голодание. Чем отличается от сухого, понятно, вы вносите в свой организм воду. То есть вы водный баланс поддерживаете. И, в принципе, на таком способе похудения можно реально снижать вес. Но вес нужно снижать, понимая, сколько вы воды тратите, и столько же воды нужно вносить в свой организм. Поэтому на таком методе вы можете терять вес. Можете терять там реально по 300-400 грамм в день. За счет того, что ваш организм сжигает те запасы, которые есть. Единственное, что вы хотите, чтобы он сжигал жиры. А он сжигает и первый день углеводы, а потом сжигать начинает еще и белки. То есть вот здесь заложена слабость лечебного голодания, так называемого. Потому что вы теряете самое ценное, что у вас есть. Вы фактически на производстве начинаете. У вас есть завод, у вас мощные там цеха, куча двигателей, куча всяких механизмов работают. Вот вы, завод остался, завод вы немножко так обжимаете по территории. И продаете самое ценное оборудование. У вас остаются только стены и крыша. Вот примерно то же самое происходит с вашим организмом на лечебном голодании. Вы расходуете вот эти вот самые ценные компоненты, на чем потом ваша организм будет работать. Поэтому вот этот номер 4, это не самый лучший способ снизить вес. Номер 5. Так называемое циклическое голодание. То есть когда вы, кроме того, что вводите в организм только воду, периодически срываете работу пищеварительной системы с желчеводными. Ну, не советую это делать. Почему? Потому что очень сложно потом восстановить. Тем более, если циклическое голодание продолжается больше 5 суток. Там уже нарушается работа печени, организм переходит на переваривание очень ценных белков печени, поджелудочной железы, вся пищеварительная система ложится. А еще и вы срываете ее желчегонными. То есть вот вопрос, в чем, какие изменения потом возникнут. Ну, хронический панкреатит, это так, мелкие брызги по сравнению с тем, что может возникнуть в перспективе. Поэтому не советую и таким путем проводить эксперименты со своим организмом. Следующий вариант, это монодиета. Чем она отличается от лечебного голодания? Ну, небольшим. Когда вы берете в монодиете какой-то один продукт питания, да, он полноценен в течение первого приема пищи. Каждый следующий прием пищи, ваш организм хочет его все меньше и меньше. Аппетит у вас снижается автоматически. Почему? Чтобы ваш организм не понимает, за что его посадили на такую ограничительную диету. Для здоровья, для высокой работоспособности, ваш организм требует 20-40 наименований продуктов в сутки. А вы принимаете один. Да, он какое-то время компенсирован, на некоторое время дальше организм работает, тратит значительно больше, чем находится в этом продукте, и вы попадаете на ограничительную диету фактически. Жесткая ограничительная диета. Больше того, когда ваш организм уже не хочет этот продукт вообще, вы не затолкаете свой организм. Вы фактически переходите на лечебное голодание. И со всеми его негативными последствиями. Поэтому монодиета – это номер 6 в рейтинге. И не советую этим пользоваться. Дальше стоит ограничительная диета. Ну, само слово понятно. То есть вы резко сократили свой рацион питания. Вы ограничили его несколькими продуктами питания, и находитесь на них. Ну, от монодиеты отличаются тем, что можно безопасно находиться несколько дольше, потому что ваш организм получил чуть больше выбор, но несколько дольше – это не говорит о том, что долго. Ваш организм все равно недополучает. Он находится в состоянии голода. Клетки находятся в состоянии голода. И начинают агрессировать, и начинают перетягивать, пытаться схватить то полезное вещество, которое мимо них проносится. Кто успел – хорошо, кто не успел – извините, голодным. И погиб. То есть это не самый хороший путь снижения веса. Не самая лучшая диета для похудения. Дальше стоит белковая диета. Ну, вы все знаете, в интернете это можно найти. Чем отличается белковая диета для похудения? Мало того, что она ограничена по рациону. Но там еще есть белки, которые жестко активируют обмен веществ. То есть увеличиваются траты. Ваш организм сжигает все. Да, вот этот скудный паек, который оказался рядом с белками, и то, что находится в организме. Все это прекрасно, все это здорово. Но опять-таки ваш организм разогнанный на форсированном режиме. Да, ему классно. Ему хорошо, но он не начинает ездить. Ну, вы сели, болит Формула-1, но забыли прикрутить рулевое колесо. Забыли там одно колесо, на трех проедем. Где-то там какие-то покрышки, залили не тот бензинчик. Ну, доедем. С болитом Формула-1 вот так не поступили. Миллион долларов стоит. Со своим организмом поступают. Но организм-то стоит дороже. Ваш организм, если его так разобрать и собрать по новой, стоит не меньше трех миллионов долларов. Это очень дорогое удовольствие так издеваться над своим организмом. Поэтому белковые диеты, это номер 7. В рейтинге, простите, 7. Не советую использовать. Номер 8. Ну, как правило, углеводные диеты. Да, горят жиры, горят в пламени углеводов, поэтому наелись углеводов и должны сгореть жиры. Это здорово. Но углеводные диеты, как правило, это растительные диеты, это сыроедение, это жесткое вегетарианство. Да, на этих диетах находятся в определенных климатических условиях, когда в окружающей среде жарко и влажно. Это тогда сбалансированный рацион в этих условиях, но там долго находиться в таких условиях сложно, особенно европейцу. Поэтому такая диета, она хороша, но в определенных условиях и тоже на короткий период времени. Поэтому этот номер тоже у нас как бы не проходит. Ну, есть вот ограничительные диеты, более широкие. Вот они ограничивают, скажем, какие-то виды продуктов, какие-то комбинации продуктов. Да, на этой диете может дольше находиться. Она близка вот уже к совершенству. Девятый номер, он близок к этому, но он не идеал. Почему? Потому что невозможно подобрать ограничительную диету под ваш пол, под вашу профессию, под ваш рост, вес, под ваш образ жизни. Потому что диета, она одна, она учитывает какие-то определенные условия, какие-то определенные особенности рациона. Она не учитывает ваши потребности в этом. Вот чем проблема. Поэтому я советую вам немножко другой путь. Номер 10 в рейтинге. Это правильный сбалансированный рацион питания. Под тот ваш образ жизни, под вашу профессию, пол, возраст, под ваши фактически условия вашей жизни, условия, которые вас окружают. То есть под погодные условия, которые меняются каждый день. И под климат, который тоже вносит в свои коллективы. Поэтому если вы хотите снижать вес, прийти из точки А в точку Б, не просто со сниженным весом, но еще и с приличным здоровьем, а не с его остатками, тогда вы должны либо самостоятельно найти этот путь, самостоятельно выбрать для себя этот рацион питания, либо обратиться к специалистам. Специалистов в интернете много. Можете поискать еще, можете обратиться ко мне. Не вопрос. Я врач-кидотерапевт, диетолог Борис Качко. Опубликовал больше 40 книг по правильному питанию, по здоровому образу жизни и по лечению различных заболеваний. Можете найти мои статьи в интернете, можете другие видео посмотреть. Не вопрос. Если вам необходима хорошая помощь, обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok